И снова здравствуйте, мои хорошие! Я очень рада видеть вас. Меня зовут Виктория Фетисова, я заведующий отделом развития музейно-выставочного комплекса городского округа Люберцы и по образованию режиссер драматического театра. Приступим! Помните, в предыдущий раз мы с вами скороговорили скороговорки. Давайте вспоминать. Тридцать три корабля лавировали-лавировали, да не выловировали. Кому сложно, я просила написать на листочке и зачитывать. В скором времени ваша память, она будет воспроизводить это слово очень спокойно, а слово это выловировали. Ну а дальше мы должны, если вы помните, были немножечко усилить это упражнение. Давайте вспоминать как. Тридцать три корабля лавировали-лавировали-лавировали-лавировали-лавировали-лавировали-лавировали-лавировали-лавировали-лавировали-лавировали-лавировали-лавировали-лавировали, да не выловировали. Берем паузу перед самым сложным словом и спокойно его проговариваем. Вот такой вот маленький секретик. Но, конечно, нам очень сложно начинать скороговорить скороговорки без артикуляционной разминки. Давайте вспомним. Губки вперед, на улыбку. Вперед, на улыбку. Не размыкаем при этом губы и зубы, пытаемся держать сжатыми. Вперед, трубочку, на улыбочку. И задержали улыбочку. Красота! Посмотрите на себя в зеркало. Вы прекрасны, когда улыбаетесь. А теперь в трубочку и задержите эту трубочку перед собой. Почувствуйте каждую мышцу. Держите подольше, пусть она будет сомкнута. И тогда мышца над верхней губой немножечко-немножечко начнет подавать о себе знать. Прекрасно, молодцы! Расслабили немножечко губки вот таким движением. Как здорово! Давайте побольше сделаем этого движения. Упражнение. Здорово! А теперь долго-долго! Кто как может? У меня не очень. Давайте еще раз. Вот уже лучше! Молодцы! А теперь как лошадки надо подсокать. Это упражнение для язычка. Поскакали! Ой, здорово! Чувствуется каждая мышца. Можно проделать несколько раз. Это очень легкая разминка. Но зато даже после такой легкой разминки сказать скороговорку будет гораздо проще. Поехали! 33 корабля. Лавировали, 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 лавировали. Да, не выловировали! Опять пауза небольшая. В любом случае всегда делайте паузу. Для того, чтобы ваш собеседник обязательно прислушался к тому, что вы говорите, и перед каждым важным словом, о котором вы хотите нам сказать, делайте небольшую паузу. Ну, это так, небольшая подсказочка для вас. Сказали? Отлично! Молодцы! Давайте подышим. Потому что дыхание в нашем, в актерском мастерстве, да и не только, в любом случае дыхание очень важно. Набрали воздух. Запускаем воздух как бы внутрь себя. Ощущение должно быть такое, что воздух должен проходить к вашему животу, к нижней части вашего живота. Воздух набираем носиком резко. И резко выдыхаем. Резко набираем. Выдыхаем. Набираем. Выдыхаем. Молодцы! Старайтесь, чтобы ваша грудная клетка не раскрывалась. Оно не нужно здесь совершенно. А теперь, для того, чтобы воздух больше проходил и насыщал ваше тело кислородом, мы сделаем ему небольшие блоки. Например, будем поворачивать голову вправо и влево. При этом, вбирая воздух в себя, не забываем, что воздух должен по ощущениям доходить до низа живота. При этом еще сожмем руки. То есть мы сделаем блок с вами в районе груди, да, и попытаемся взять как можно больше воздуха резким движением. Три раза вправо, три раза влево. Ну, чтобы у нас с вами было всего поровну. Не обидеть никакую сторону. Отлично. Молодцы. Усильте это упражнение. Сделайте его с наклоном, сжимая грудную клетку, поворачивая голову и наклоняясь вперед. Как это сделаю сейчас я. Молодцы. Сделайте столько раз, пока вы не почувствуете легкое головокружение. Больше не нужно. Так же можно сделать с приседанием. Так же можно сделать с поворотами корпуса. Это упражнение, оно не имеет границ. Ну что, размялись с вами. Я вам хочу задать на дом одно очень интересное упражнение. Это тоже будет скороговорка. Пожалуйста, выучите ее. Давайте я сначала скажу ее медленно. На мели мы лениво налимо ловили. Меня ли налимо вы мне налиня? О любви не меня ли вы мило молили? В туман или ман манили меня? А, сложно? Да нет, не сложно. Если вы запишите каждое слово. На мели мы лениво налимо ловили. Меня ли налимо вы мне налиня? О любви не меня ли вы мило молили? В туман или ману манили меня. Отлично. А теперь потренируемся сказать это гораздо быстрее. Замечательное упражнение, особенно после того, как вы сделали артикуляционную гимнастику и гимнастику дыхательную. Какие вы молодцы! А я чувствую, что вы это все делаете. А если не делаете, плохо, надо делать. А теперь мне бы очень хотелось продолжить наше с вами занятие с самым замечательным видом искусства. Этот вид искусства называется поэзия. Я надеюсь, что все люди, которые сидят около экранов, любят стихи, так же, как люблю их я. Хочу вспомнить, ну, предположим, Цветаеву. Очень сложное стихотворение. О чем она хотела нам сказать? Период написания этого стихотворения. Открывайте книги, смотрите. Ваше любимое стихотворение. Посмотрите, в каком году оно было написано. Что было в это время на душе у автора. Это же его позывы. Это его чувства. Чувства автора в данный момент. Стихотворение не пишется просто так. Даже если оно написано от скуки, то чувство автора – это была скука, ревность, злость, радость. Вот хочу прочитать вам стихотворение. Можно предположить, когда написала Марина Цветаева это стихотворение. Что она чувствовала в этот момент? Каждая точка, каждая запятая, поставленная автором, она имеет значение. Если вы читаете это для души, и если это ваше стихотворение, вы его будете читать так, как вы чувствуете. В данном случае мы читаем стих замечательной поэтессы Марины Цветаевой. И надо придерживаться все-таки ее знаков препинания. Другие с очами и с личиком светлым. А я-то ночами беседую с ветром, не с тем италийским зефиром молодым, а с хорошим, широким, российским, сквозным. Другие всей плоти по плоти плутают, из уст пересохших дыхание глотают. А я, руки настиж, застыла, столбняк, чтоб выдал мне душу российский сквозняк. Другие, ой, нежные, цепкие путы, нет. С нами Эол обращается круто. Небось не расстаешь, одна, мол, семья, как будто и вправду. Не женщина я. Отличное стихотворение, да мурашек. Посмотрите, поинтересуйтесь, когда оно было написано, с какими чувствами писала его поэт. И есть еще одно, более легкое произведение. Но здесь понятно, здесь произведение, которое нам говорит о потере некоторой, о которой жалеет автор. Это Анна Ахматова. И ее известное произведение. А можно я сейчас дам вам одну интересную подсказку, как надо читать стихи еще? Рассказывайте их прозой. Рассказывайте их, как будто хотите пересказать какой-то рассказ. Не надо говорить возвышенные фразы. Ни к чему это. Давайте попробуем. Анна Ахматова. Сжала руки под теплой вуалью. Отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду? Он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я бежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула, шутка все, что было. Уйдешь, я умру. Обернулся так, спокойно и жутко, и сказал мне, не стой на ветру. Другое ощущение, совершенно другое авторское слово. Взяла мобильный телефон для того, чтобы посмотреть знаки припинания. Первая строчка. Сжала руки под темной вуалью. Я сделала здесь паузу. У автора стоит три точки. Отчего ты сегодня бледна? Знак вопроса. Мы повышаем немножечко голос, когда знак вопроса. Пауза, потому что строчка кончается. Оттого, запятая, я делаю паузу, что я терпкой печалью. Пауза в конце строчки. Напоила его до пьяна. Точка. А если бы в стихотворении было перечисление, ну, например, красивый, многослойный, да? Посмотрите, как мы делаем перечисление под запятыми. Повышая немножечко голос и не доводя до конца нашу сказанную фразу. Красивый, многослойный, удивительный, прекрасный. Или так, красивый, многослойный. Всё! Спасибо, мои дорогие! Читайте стихи и будьте всегда с нами! КОНЕЦ 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 ЧИНАМИЦ